Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти стиль ценности Полночь 2, 30 января 2020 года замкнутый круг Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти Кара Делевинь фото Dominique Chario, Wire Image Лента.ру продолжает серию публикаций об истории разных видов одежды и аксессуаров В предыдущих материалах цикла речь шла о шпильках, мини-юбке, Мужском платье, галстуке, колготках, перчатках, браслетах и тиарах В центре новой истории кольцо – символ любви, власти и индивидуальности Искусство и практицизм Кольцо – одно из самых природно-логичных украшений Достаточно посмотреть на то, как маленькие девочки всех национальностей из разных уголков мира, играя, наматывают на пальцы травинки или цветные нитки Кольца удобно надевать и снимать без посторонней помощи С браслетом цепочкой, например, могут возникнуть сложности Они всегда на виду, не требуют специальных фасонов одежды, открытых запястьей, как браслет, или глубокого декольте, как колье И по той же причине их можно использовать как опознавательный знак Кольцо с печаткой или вырезанной из камня гемой служило в древности личной печатью и средством идентификации писем Кольца легко комбинировать, их при желании носят по несколько штук одновременно на одном или на разных пальцах Кольцо с лазуритом и карнелианом Одно из 36 колец, найденных в гробнице фараона Псусениса Ай, 139-991 годы до нашей эры Фото Один пять немало колец выкопал Эшлиман, когда искал легендарную древнегреческую трою Большая часть из них обычные куски проволоки с бусинами или без них Иногда в древности кольца вытачивали из цельного куска камня Позже, во времена эллинизма, древние греки делали куда более затейливые украшения А самые пышные и роскошно украшенные кольца изготавливали византийца в период расцвета империи Недаром немногие сохранившиеся с Веков перстней византийской работы занимают почетное место в музеях Много внимания уделялось перстням в ювелирном искусстве Центральной Азии Добывавшиеся в Индии, Бирми и на Шри-Ланке рубины, сапфиры, изумруды и бриллианты Расходились по всему Востоку, украшая дорогие кольца шахов, султанов, визири и просто очень богатых людей Несмотря на то, что ислам не приветствует слишком явную демонстрацию богатства Мужчины-мусульмане охотно носили кольца Помимо демонстрации богатства, средневековые восточные и не только восточные Владыки нередко дарили перстни с собственной руки особо отличившимся подданным или подчиненным Нельзя не упомянуть о том, что перстни играли огромную роль в политических интригах в Среднее веко Подделанная печатка на кольце помогала фальсифицировать важные письма, а о яде, спрятанном в тайнике кольца, написано множество авантюрных романов Особенно часто подобные уловки упоминают в связи с семейством Борджо У богатых отравителей в старину были собственные ювелиры, охотно выполнявшие такие сомнительные заказы Кольцо как знак Мужчины и в старину, и в наши дни носили кольца не только как украшение или замену денежных средств на всякий крайний случай Мужские перстни особого образца были знаком принадлежности к самым разным сообществам, тайным и явным, от религиозных организаций до масонских братств Свои кольца были у египетских жрецов и у последователей бога Митры Пастырский перстень, который почтительно целуют католики, носят и епископы, и кардиналы И папы римские По сложившейся традиции в папские перстеньи оправляют бриллиант, в кардинальский рубин, в епископский аметист Кладахское кольцо из золота фото Irish Image Collection, Diomedia 1.3 У христиан требования стали либеральнее Плюс для венчания нужно два кольца Одно жених надевает невесте, а второе невеста жениху Обручальные кольца могут быть украшены бриллиантами Священник, в отличие от раввина, вряд ли будет возражать В православной традиции особенно набожные люди венчаются кольцами, на которых выгравированы краткие молитвы Люди не столь религиозны и часто гравируют на кольцах с внутренней стороны свои инициалы и дату свадьбы Помолвочное кольцо то самое, которое вручается женихом одновременно с предложением руки-сердца вошло в обиход значительно позже, чем венчальное, а именно в конце 19 века Можно сказать, что его появление и популярность на Западе стали большим маркетинговым успехом крупных производителей украшений Тиффани, Амперсанд, Ко, Гаррид, Харри Винстон, Катия, Гриф Именно они, а следом за ними и другие бренды, грамотно проводя рекламную политику, внушили западным, а позже и по-советским, девушкам, что на помолвку нужно ждать кольца, а мужчинам что это кольцо следует дарить Ирина Шейк в кольце Чапард С изумрудом и бриллиантами 2018 год Фото Джеймс Горли Шаттерсток Рекс 1.10 Огранки тоже сильно разнятся Хотя многие производители упирают на особую аутентичность круглых камней, многие девушки желают получить на помолвку кольцо с бриллиантом другой огранки, особенно если такие кольца выбирают звезды Популярные огранки груша, сердце, овал, принцесса, квадратная, маркиза, миндалевидная, багет, прямоугольная, эмеральтерадиант, восьмиугольная с разным числом граней, кушон, в форме подушки со скругленными углами и гранями Основатель компании Граф Лоренц Граф ввел в моду помолвочные кольца с цветными бриллиантами, которые зачастую более редкие и дорогие, желтыми, розовыми и голубыми Также, следуя старой, еще до маркетинговой традиции Столетие Женихи дарят невестам помолвочные кольца и с другими драгоценными камнями, рубинами, сапфирами, изумрудами Так, актер Ричард Бертон подарил на помолвку кинозвезде Элизабет Тейлор, большой ценительнице цветных камней, квадратный изумруд в платиновой оправе, обрамленный грушевидными бриллиантами Кольцо с крупными изумрудами таким же крупным бриллиантом получила от будущего президента США Джона Кеннеди его невеста Жаклин После свадьбы британского принца Чарльза и принцессы Дианы, а затем их сын Уильяма и его невесты Кейт Миддлтон Особенно популярными в Великобритании и других странах стали кольца с овальными сапфирами, натуральными или синтетическими, окруженными бриллиантами, тоже натуральными либо синтетическими Причиной этой моды стало помолвочное кольцо Марки Гаррет, которое носила Леди Ди Затем оно по наследству досталось Уильяму, и он преподнес его на помолвку своей возлюбленной Кольцо и светская хроника Личная жизнь, романы, свадьбы и разводы знаменитостей вызывают жадное любопытство читателей светской хроники во всех уголках мира В центре внимания папарацца в первую очередь оказываются помолвочные кольца Иногда звезды сами гордо демонстрируют драгоценности, полученные в знак любви В других случаях фотографам приходится применять дальнобойные объективы, а фоторедакторам максимально увеличивать картинку, чтобы показать публике безумно дорогие кольца Вот несколько примеров только за последние годы Блейк Лайвли получила от своего жениха Райана Рейнольдса кольцо Лоренш Уоттс С овальным светло-розовым 12-каратным бриллиантом за 2 миллиона долларов Бесцветный 15-каратник той же марки и в ту же цену получила телезвезда Ким Кардашьян от своего жениха, рэпера Канье Уэста Певица Риона в кольцах с аметистами 2014 год Фото 1-8 певица Бенджамина Мильпе «Этичное кольцо» И получилось сделанное ювелиром Джимми Вольфом украшение из переработанной платины с винтажным бриллиантом, который прежде находился в другой оправе Бывший жених певицы Леди Гаги Тейлор Кинни подарил невесте кольцо с 10-каратным бриллиантом в форме сердца Однако Леди Гага расторгла помолвку и вернула Кинни его символический дар Та же участь постигла и гигантский голубой бриллиант Агран Кемеральд, полученный Пэрис Хилтон от одного из ее женихов, греческого миллионера Латиса Камень, стоивший почти 5 миллионов, вернулся к незадачливому дарителю Вероятно, он будет ждать невесту, которая, как Натали Портман, любит вторичное использование и рациональное потребление Вероника Гудкова